Эпик баттл Ахметова и Коломойского в веб-зале аэропорта Борисполь Василий Стоякин специально для Ukraina.ru за 7 ноября 2019 года Драка между Олегом Лешко и Андреем Герусом на первый взгляд выглядит попыткой привлечения к себе внимания СМИ со стороны первого. Действительно, после провала на выборах о Лешко начали забывать, а он человек медиазависимый. Однако, на самом деле, руками политиков дрались олигархи. Персонали Драчунов достаточно хорошо известны, и их связи с определенными экономическими интересами прозрачны, как слеза комсомолки. Лешко давно и устойчиво связывается с интересами самого богатого человека Украины Рената Ахметова и традиционно представляет его интересы в борьбе с Игорем Коломойским. До последнего времени, правда, считалось, что он снят с довольствия, но, как показал инцидент в аэропорту, не все так однозначно. Лешко конфликтных отношений с Днепропетровским олигархом не скрывает, называл его вонючей порхатой мордой. Антисемитизма на Украине нет, вы ж понимаете, у нас Зеленского президента вам избрали. Но объясняет конфликт личными причинами, дескать, в 2014 году Коломойский предложил Лешко провести по списку своих людей. Зная манеры Олега Валерьевича, поверить в такую принципиальность трудно, но можно, если люди Ахметова успели занести раньше и поставили в условия борьбу с Коломойским. Почему бы и нет? Герус, в свою очередь, является одним из лоббистов Коломойского на уровне нынешнего руководства страны. А вообще он представитель президента в Кабмине и глава энергетического комитета в Раде. При прошлом режиме Герус был одним из наиболее последовательных критиков схемы Роттердам плюс. Но сейчас время новых схем. 18 сентября Рада внесла изменения в законодательство о ядерной энергетике, в которых с подачи Геруса украинским потребителям было разрешено закупать импортную электроэнергию по двусторонним договорам. С 1 октября компания, связываемая с Коломойским, начала закупки электроэнергии из России впервые с 2015 года. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза. Еще до этого государственная компания Центрэнерго, контролируемая сейчас Коломойским, начала закупку российского угля у украинской компании, считающейся связанной с Коломойским же. Цена угля 2500 гривен за тонну, по Роттердам плюс 1740 гривен за тонну. Электроэнергию компания продает по занишенному тарифу 1,3 гривен киловатт-час при себестоимости 1,9. Ферросплавным и азотно-туковым заводам. Собственно конфликт в данном случае очень частный, хотя и имеет давнюю историю. Ферросплавное производство, практически монопольным владельцем которого на Украине является все тот же Коломойский, очень энергоемкое. Доходило до того, что приходилось выводить работников запорожского ферросплавного на митинги против повышения тарифов. Повышения не было, просто менеджмент ЗЗФ экономия ради коррупционным путем занизил потребление и получил в оконцовке неоптовый тариф. В то же время Ахметов оказался чуть ли не монопольным владельцем тепловой энергогенерации, главное добычи каменного угля. Более того, ему удалось сохранить этот статус даже после того, как началась экономическая блокада ЛДНР. Ну и понятно, бизнес Коломойского оказался зависим и уязвим от схем Ахметова. Потому Герус и говорит, что его схемы позволяют снизить цену на электроэнергию на 15%. Это вообще, а если только по углю, то на треть. И покончить с монополией, в смысле создать резервную маленькую монополию специально для Коломойского. Лежко после Роттердама крыть нечем, остается только обвинять оппонента в работе на агрессора. Если же мы обратимся немного в прошлое, то обнаружим, что конфликтующие стороны изрядно измельчали. В 2014 году Ахметов, будучи тесно связанным с режимом Януковича, поддержал создание народных республик Донбасса с тем, чтобы торговаться с новой властью за сохранение своих позиций в экономике Украины. Хунта, однако, на переговор настроена не была. В немалой степени это было обусловлено вмешательством Коломойского, который сыграл на стороне новой власти именно для того, чтобы отжать активы Ахметова на Донбассе и или перехватить его связи с портами. Марш Азова на Мариуполе на значение «Палицы в Одессу» явное проявление последнего направления. Однако потом все пошло не так. Президентом стал Порошенко, которому претензии на власть Коломойского совершенно не понравились, и он предпочел договориться с Ахметовым. Впрочем, остается только порадоваться тому, что сейчас бизнесмены выясняют между собой отношения путем зуботычин между двумя политическими клоунами, а не при помощи танков и артиллерии. По скриптум, слуги народа слабаки Адам Мартынюк, Андрей Шевченко и Юрий Бойко успокаивали Лешку не в пример более эффективно. Василий Стоякин Epic Battle Ахметова и Коломойского в веб-зале аэропорта Борисполь